Чтобы получить заветный подарок от Деда Мороза в новогоднюю ночь, Одинцовские девчонки и мальчишки выполняли все главные условия. Хорошо себя вели, слушались и помогали родителям, учились на 4 и 5. И вот долгожданный миг наступил. Пришло время просить подарок у главного волшебника страны. В Одинцовской лингвистической гимназии существует традиция. В канун Нового года в начальных классах каждый ученик пишет свое письмо и опускает его в почтовый ящик. Самый главный волшебник в нашей стране это Дед Мороз. Я от него жду, что он ответит на мое письмо и принесет подарки, которые я заказала у него. Я верю в чудеса. Я загадала сумасшедшие лабиринты и дневник Gravity Falls Deeper and Maple. Я загадала, потому что я уже давно это хотела с прошлого года, но я загадала, конечно, другое. Некоторые дети даже успели побывать в гостях у самого Деда Мороза и с удовольствием рассказали своим сверстникам о том, какие чудеса происходят в его тереме и кто помогает Дедушке справиться с огромным количеством писем, которые приходят со всего мира в Великий Устюг. Он читает письма детей и ему помогает Снегурочка и его друзья это звери волшебные. Я верю Дедушку Морозу, он исполняет чудеса. Я загадала на Новый год самый большой набор Лего Сити. Еще я хочу, чтобы в новогоднюю ночь случились настоящие чудеса. Чтобы Дедушка Мороз успел, как всегда, нести все подарки по всей планете. Послания к детей, планшетов и игровых приставок в списке подарков на Новый год нет. Девочки мечтают о куклах и замках, мальчики о наборах Лего, ну а некоторые о счастье и здоровье для своих близких. Я бы попросила у Деда Мороза, чтобы он мне принес мягкую игрушку и яркий мяч для футбола. Мы сегодня со всем классом вместе писали письмо Деду Морозу. Я попросила у него, первое, что я у него попросила, это куклу. Второе, что я у него попросила, победы и мир на земле. Я хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать, чтобы они учились на пятерке, хорошо себя вели в Новом году и никогда не расстраивались своих родителей. Я бы пожелал всем в Новом году счастья, радости, веселья и всего прочего, что соответствует веселому Новому году. В канун Нового года и взрослые дети верят в волшебство, загадывают желания под бой курантов. И они обязательно исполняются, ведь Дед Мороз уже приготовил подарки для всех. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.